Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снова хочу поднять тему похудения и всё, что с этим связано. Точнее, даже, наверное, рассказать о моём меню и, в общем, все эти вопросы, которые были связаны с моим похудением. Не знаю, подвести, наверное, черту в этом видео, можно и так сказать даже. Значит, для начала хочу сказать, что я ежедневно, ну, практически ежедневно, выкладываю фотографии своего питания, всё, что я ем в течение дня, на свою страничку в Инстаграме. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылка на мой Инстаграм будет внизу в инфобоксе. А также на своём канале я создала плейлист, в котором порядка 26 видео. Ещё добавлю вот это, которое вы сейчас видите. И все эти видео связаны с моим похудением. Там много ответов на ваши вопросы. Там очень много затронуто различных тем, таких как уход за кожей, лица, тела, обвисание груди. Всё это во время похудения, что происходило с моим телом. Там даже есть видео, в котором я показываю свой живот, там растяжки. Также видео, в которых я показываю то, что я ем на данный период времени, да, уже после того, как я похудела. Раскрываю тему, почему у меня нет обеда. Был ли спорт во время похудения. Есть ли он сейчас вообще о спорте. О диетах, которые я когда-либо пробовала. Как относился мой муж к тому, что я поправилась. Как я вообще живу после того, как похудела. История моего похудения. Всё-всё, все видео, которые были сняты на моём канале, все находятся в этом плейлисте. А также там находится аж целых два видео, связанных именно с меню, моим меню во время похудения. Наверное, скорее для моих новых зрителей. Я предлагаю вам, если вам интересна эта тема, я предлагаю вам перейти по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе, в этот плейлист. И посмотреть видео, связанное на эту тему. Возможно, вы найдёте ответы на свои вопросы именно в этих видео. Там я подробно рассказываю на те или иные темы. И подробно, ну по максимуму, насколько я могу подробно, я их раскрываю. Если у вас останутся какие-то вопросы, задавайте мне их. Задавайте, пожалуйста, под этим видео, чтобы я не теряла ваши комментарии. И я буду снимать тогда дальше, раскрывать более глубже, более подробнее ещё какие-то темы. Также в этом видео я хочу ответить на, часто задавая мне вопрос, зачем я выкладываю своё видео о питании, о том питании, которое у меня сейчас, на данный момент, когда я, ну, можно сказать, достигла своей цели, удерживаю вес. Ну, слово «удерживаю» здесь, наверное, уже не подходит, потому что на данный период времени я весом вообще никак не заморачиваюсь, скажем так, на эту тему. Я питаюсь так, как мне хочется питаться, так, как мне вкусно. И я не хочу есть продукты, на которых я смотрю и понимаю, что я не хочу есть этот продукт. Я кушаю только то, что мне хочется на данный период времени, в данных обстоятельствах и так далее и тому подобное. Зачем же я их выкладываю? Затем, что меня просят мои подписчики. Для кого-то это мотивация. Мотивация в том, что когда они похудеют, да, когда они достигнут своей цели, что всё будет хорошо. Не будет такого, что будут питаться 100 грамм куриной грудки и листик салата в течение дня. На самом деле я это прекрасно понимаю, потому что на тот момент, когда пыталась похудеть я, мне тоже казалось, что все худые люди питаются, не знаю, маковой росинкой и больше ничем. Мне действительно было даже страшно худеть, потому что, ну, идти к цели и понимать, что цель не такая уж и позитивная, это было для меня, ну, как-то не очень такой хороший настрой. И по поводу меню во время похудения. Почему же я такая плохая, никак не могу поделиться с вами своим меню? На самом деле всё просто. Меню у меня просто не было. У меня не было диеты, потому что для меня меню определённое, да, которое расписано вот там по дням прямо, да, и диета – это знак равно. У меня такого не было. Я снижала вначале порцию, потом меняла продукты, экспериментировала. У меня происходило вот за время моего первого этапа похудения, у меня происходило множество всяких моментов. Было время, когда я увлекалась, не знаю, точнее думала, что завтрак нужно начинать с чего-то лёгкого, полезного. Там, не знаю, брала маленькую мисочку, клала туда себе овсяночку, заливала её водой, крошила туда, не знаю, яблочко и думала, что мне на целый день этого хватит. Нет, мне не хватало. Вечером после такого завтрака у меня был просто не то чтобы срыв, я вообще, мне кажется, себя не помнила, съедала всё, что есть в холодильнике, и потом, когда такое происходило раз за разом, я пришла к выводу, что такое питание не подходит мне, да, что мне нужно плотно завтракать, и тогда вечером у меня не будет таких перееданий. То же самое, что касается семечек. Семечки я ела для того, чтобы вообще уйти от такой вещи, как перекусы, как уйти от такой вещи, как вот после ужина мы продолжаем что-то жевать, да, не потому что мы голодны, а потому что просто что-то хочется пожевать. И вот это просто что-то хочется пожевать, я забивала семечками и цветной капустой, как я вам уже говорила, отварной, просто на воде, без соли или отварной на пару. Вот таким образом. То есть семечки не для того, чтобы именно поесть вечером, а именно для того, чтобы попытаться уйти от желания что-то пожевать. Вот как-то так. Так, ещё раз возвращаюсь к теме моего меню. Меню не было. Было просто снижение порций и постепенное изменение продуктов методом проб и ошибок. И также моё меню, оно подстраивалось под семейную ситуацию, скажем так, да, под какие-то обстоятельства. Я для себя чётко понимала, что я не хочу жить ради еды. Я не хочу думать о еде. Я не хочу думать о том, когда мне есть, сколько мне есть, нужно мне есть, зачем мне есть, почему мне есть, во сколько мне есть, какое количество мне есть. О таких вещах я не хотела думать. Я хотела, чтобы еда была для жизни, а не жизнь ради еды. И именно тогда, когда это лично моё ощущение, когда я задумываюсь о том, что мне есть, когда мне есть, зачем мне есть, нужно ли мне вообще есть, тогда мой целый день протекает в раздумьях о еде. А когда о еде думаешь, рано или поздно ты пойдёшь и поешь, хочешь ты этого или нет, это лично так у меня. Я совершенно обычный человек, который не может готовить сам себе отдельно. Почему? У меня большой дом, у меня семья, двое детей, у меня ещё есть куча животных, да, у меня есть мама, которая мне помогает. Но я это время, которое я бы простояла около плиты для того, чтобы себе что-то отдельно приготовить, я лучше потрачу на чтение книг, на общение с детьми, с мужем, я не знаю, ещё на какие-то вещи, да просто вот, просто лечь и полежать в тишине на кровати. Для меня даже вот это лучше, чем заморачиваться насчёт еды, поэтому я ем всё то, что приготовлено для моей семьи. И раньше было точно так же, потому что для меня готовить отдельно, это просто что-то ужасное, поэтому нет и не было никакого определённого меню. Почему сейчас я не хочу показать то, как я ела раньше? Потому что даже продукты, которые я приобретала в магазине, были абсолютно другими. Был майонез, были различные соусы, было всё жирное, было сало, я не знаю, если хотите, какая-то ветчина в больших количествах, булки, выпечка. Я сейчас даже не делаю никакую домашнюю выпечку вообще, ну, только, наверное, пиццу, и то это у нас такое, по праздникам достаточно редко я её делаю. Но раньше я, например, могла просто так испечь какие-то пирожки, булочки, не знаю, всякое такое. Сейчас в моём доме такого нет. Если кто-то из домашних у меня хочет булочку, или вдруг мне захотелось булочку, я просто иду в магазин, покупаю одну, съедаю её, и на этом всё. Я не пеку таз, ибо чтобы не смотреть на этот таз пирогов и думать, боже мой, куда мне их деть, они сейчас испортятся, их нужно съесть. Таких вещей я не делаю. Раньше делала. Раньше вообще, то есть продукты в моём холодильнике были другие. И сейчас я делаю упор на фрукты, овощи. Да, я их иногда не ем. Да, мне иногда всё это надъедает, и мне вообще не хочется никаких фруктов. Особенно сейчас, после лета, ну, как-то вообще не могу смотреть на фрукты, потому что насытилась, не хочется. Я ем только то, что мне хочется на данный период. Раньше я ела то, что мне хотелось моим глазам, понимаете, да? То есть я не разделяла чувства, когда хочется кушать моему телу и когда хочется кушать моим глазам. То есть сейчас я получаю удовольствие от еды, но и моя еда для моей энергии, для того, чтобы я прожила целый день. Именно поэтому я не могу вам показать меню, потому что даже, не знаю, на протяжении месяца-двух моё меню менялось. Я экспериментировала. Раньше я в качестве перекуса брала сладкие йогурты и думала, что это полезный перекус, что это здорово, это классно, это пойдёт на снижение моего веса. Я в этом ошибалась. Сейчас я так не делаю. Сейчас у меня есть перекусы в качестве йогуртов, но сейчас мой вес стабилен, поэтому сейчас я могу себе позволить. Но, опять же, итоговое количество еды за целый день, оно у меня достаточно минимальное. Кто-то из девочек в Инстаграм даже подсчитал количество калорий за день, и это было 1200. Но так бывает не всегда. Сегодня 1200, завтра 1800, послезавтра 1500. Да, у меня вот так вот калебрится. Делаю я это специально? Нет, я не делаю это специально. Я это делаю по желанию своего организма. Но я понимаю, когда мой организм хочет кушать, а не когда хотят кушать мои глаза. Это две разные вещи. Поэтому меню конкретно вот отсюда досюда показать я не могу. У меня его нет, не было и не будет, потому что это не моя история. Диеты – это не моя история. Я не взвешиваю еду, не считаю калорий, БЖУ, не сижу на какой-то системе питания и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это для меня слишком заморочно. Я хочу просто вкусно кушать и при этом оставаться стройной. Когда я худела, я хотела вкусно кушать, но при этом худеть. Получилось это у меня? Вы сами можете заметить, что да, у меня это получилось. Вот как-то так у меня происходит. По поводу правильности и неправильности моего питания, здесь я оставляю споры в стороне. Если вы считаете, что питаться нужно правильно, я рада, что вы так считаете и считаю, что в этом нет ничего плохого. Поэтому, пожалуйста, питайтесь. Моё питание на данный момент именно такое. Возможно, оно будет пересмотрено через какое-то время. Я этого не отрицаю. И для тех девочек, которые не могут без системы, то есть если вам нужна именно система, именно определённая, расписанная по дням меню и по-другому вы не можете, ну тогда моя система, получается, вам не подходит, потому что у меня нету чёткого и конкретного меню. Я всё, скажем так, по обстоятельствам. Тогда берите какую-то другую систему, более удобную для вас, более, не знаю, понятную для вас. Я могу сказать только одно. Во всём должна быть золотая середина. Я считаю, что не нужно перебарщивать, не нужно рубить с плеча. Нужно ко всему идти постепенно. То есть к диете постепенно и выходить из диеты постепенно. Тогда не будет срывов, тогда не будет слёз, не будет стрессов и так далее и тому подобное. И всё пройдёт плавно, гладко и на позитиве. И подведя черту, я могу сказать, что моя система проста. Просто меньше есть. Всё. Можно есть всё, но в маленьких количествах, чтобы итог за день был маленький. Не то, что я там 15 раз подойду и съем по одной конфетке, да, я же по одной, то есть порция маленькая. Но то, что я подошла 15 раз, это как бы и туго у нас получается 15 конфет. То есть смотрите на и туго, что у вас получается за день по объёму порции, если считаете калории по калорийности и так далее и тому подобное. То есть на любой системе получается вот такая история. Не надо впадать ни в какие крайности, не нужно голодать. Одно, да, я говорила о том, что если вы испытываете голод, в этом нет ничего страшного. Но одно дело, когда вы испытываете голод, когда вы едете домой, допустим, с работы и знаете, что вот я сейчас приеду и поем. И другое дело, когда вы там в какое-то определённое время просто отрубаете себе и говорите, всё, я не ем, да, тогда, конечно, произойдёт срыв, тогда, конечно, организм войдёт в стресс. И я считаю, что до таких вещей доводить не стоит. В нашем деле главное не навреди. И ещё последний вопрос, на который я отвечу по поводу сахара. Да, я на протяжении всего времени моего похудения и сейчас напитки, такие как чай, кофе, пью с сахаром. Всегда на большую кружку, ну, наверное, больше, чем 200 грамм, я не знаю, я не измеряла никогда свои кружки. Кружки у меня всегда разные, я фанат кружек, я их очень часто меняю, покупаю, они у нас бьются, поэтому мне сложно сказать, какая кружка. Ну, вот большая такая кружка, на неё я кладу 2 чайные ложки сахара. Почему? Потому что в какой-то период времени, когда мой вес уже был близок к 60 килограмм, напитки с сахаром, это была единственная сладость, которую я себе позволяла. Всё. На этом всё. И я не могу без сладкого совсем. Именно поэтому я пью сладкие напитки, чтобы у меня была в течение дня какая-то сладость. Мне это, ну, не знаю, без глюкозы, наверное, я не могу, можно так сказать. У меня нет сахарного диабета, и у меня нет никаких нарушений в эндокринной системе. Поэтому для меня сладкий напиток, да, это вкусно. Сахарозаменитель. Если это синтетический сахарозаменитель, то я считаю, уж лучше положить себе 2 ложки сахара. Насколько увеличится по калорийности от этого ваш напиток? На 20-30 калорий, если вы выпьете 2-3 чашки в день и при этом больше не позволите себе никакой сладости, будет ли от этого вред? Я считаю, что нет. Это моё личное мнение, да. А если вы при этом уплетаете пироженки, конфетки и тому подобное и пьёте сладкие напитки, вот тогда вред, конечно, будет. Но для меня лучше сократить или убрать вообще любые другие сладости, пирожные, конфеты и тому подобное, но при этом употреблять сладкие напитки. Это лично для меня, это лично моё ощущение, это лично мой организм, да, и вот он требует именно так. И считаю, что если вы можете обходиться без сахара, окей, пожалуйста, пейте чай без сахара. Если вам так вкусно, вам так приятно, вам так, не знаю, кайфово, то почему бы и нет? Не нужно прям 100% равняться на меня, да, что вот я и пью чай с сахаром, вам невкусно, и вы всё равно его пьёте, потому что вот я пью, да. Нет, так, конечно, не нужно. Во всём должна быть золотая середина. Ещё раз вернусь к вопросам с сахарозаменителем. Синтетические сахарозаменители, я считаю, вредны. Все остальные там из стевии, ещё там какие-то различные. Я даже, честно, не слежу за тем, какие появляются на рынке сахарозаменители. Если вам вкусно, окей, и если при этом это ещё и полезно для организма, супер, я не вижу в этом вообще ничего плохого. Пожалуйста, пейте напитки с такими сахарозаменителями. Только смотрите, чтобы они тоже были не калорийные, потому что, вы же знаете, например, есть всякие карамельные сиропы, которые добавляются в те же кофейные напитки какие-то. Они очень калорийные. То есть проще положить 2 ложки сахара, чем этот сироп. И количество этого сиропа, которое вы наливаете, можно реально переборщить с этим. Поэтому во всём мера. И мы живём не ради еды, а мы живём ради наслаждения, ради жизни и получения удовольствия именно от жизни, а не от еды. Я надеюсь, я ответила на основные ваши вопросы. Кому интересна тема похудения, пожалуйста, переходите, посмотрите плейлист. Возможно, вы не смотрели какие-то видео, которые я делала для вас и в которых я освещала тот или иной вопрос, который у вас на данный период есть. Если я какой-то вопрос не осветила, если у вас остались ещё какие-то вопросы или где-то я не так подробно, как вы бы хотели, ответила, обязательно пишите мне под этим видео. Я продолжу эту тематику и продолжу снимать видео-ответы, скажем так, на ваши вопросы. По поводу меню, я надеюсь, всё понятно. Я не могу показать его. По понятным, я надеюсь, причинам. Также в этом плейлисте есть видео о системе питания при похудении, которое был у меня и который помог мне сбросить вес. Обязательно посмотрите это видео, если вам такая тема интересна. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!